МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время цветов, открытие мемориальной доски героя Самара отметила День защитника Отечества. Власть не поменялась. Какие задачи ставит перед собой новое старое руководство СТД? Просто о сложном школьникам и студентам расскажут о законах физики с помощью нанотехнологий. Дом высокой культуры быта о чудесном преображении обычной многоэтажки. Репортаж нашего корреспондента. Следственный комитет начал проверку по факту аварии, в результате которой погиб начальник Сызранской полиции. Эту должность Сергея Гудилина занимал меньше года, сентября 2015-го. Трагедия случилась 22 февраля примерно в 6 вечера. Гудилин, будучи не на службе, ехал по трассе М-5. Предположительно, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Автомобиль полицейского выбросил в кювет. Супруга Сергея Гудилина, сидевшая на заднем сидении, скончалась на месте. Сам начальник Сызранской полиции умер от полученных травм в машине скорой помощи. Следствие уже назначило судебно-медицинские и автотехнические исследования. Минувшие выходные ознаменовались и еще одним ДТП с трагическим исходом. Его участниками сразу стали 8 машин. Авария произошла на той же трассе М-5 в Сергиевском районе области. По предварительным данным, 30-летний водитель автовоза Рено нарушил дистанцию и столкнулся с пятеркой. Дальше пошла цепная реакция и участниками аварии стали еще 3 грузовика и один легковой автомобиль. Затем на встречную полосу вылетел форт и тоже столкнулся с фурой. В результате водитель, житель Кенельского района, погиб на месте. Житель Томска, который был за рулем грузовика Рено, стараниями медиков спасти удалось. И теперь его жизни и здоровью ничто не угрожает. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. 26 февраля в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Подари надежду». На нем будут выставлены работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего 20 лотов. Их разобьют на 5 отдельных блоков, которые будут представлять известные личности города. Политики, актеры, общественные деятели. Работы выполнены в разной технике. Это картины из бисера, игрушки, изделия из шерсти. Часть вырученных средств от продажи направят на лечение детей с онкозаболеваниями в городскую больницу номер один. Очень важное мероприятие. Мы, конечно, должны с вами еще поддерживать таким участием людей с ограниченными возможностями. И работы с вами великолепные, трогательные, с хорошей энергетикой. Поэтому я приглашаю всех руководителей, мэрии, директоров муниципальных предприятий принять участие в этом аукционе. Мы приглашаем всех на участие в аукционе, потому что дело очень такое благое. Мы привезли под съемки в первой детской больнице, чтобы все участники аукциона понимали, кому эти деньги пойдут, для чего пойдут. Живой легенде 91. Герой СССР Владимир Чудайкин празднует день рождения. На фронт Владимир Иванович попал в 44-м, служил танкистом. За время войны сменил три боевых машины, три экипажа. В одном из боев погибли все его товарищи. Удалось спастись только ему. Несмотря на преклонный возраст, Владимир Чудайкин продолжает активную общественную деятельность. С днем рождения героя поздравила и Лариса Шалафаст. На этих черно-белых снимках совсем еще юный Володя Чудайкин. Тогда он и не думал, что станет героем. На фронт парня не брали. Он был работником авиационного завода и трудился в тылу. Но Владимир Чудайкин рвался в бой. Спрятал заводскую бронь и при проверке документов, как бездомный попал в армию. Уже в первом бою Владимир Чудайкин уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился и при взятии Берлина. Танк старшины Чудайкина действовал в составе штурмовой группы. Командир танка погиб. Его обязанности взял на себя Владимир Иванович. За бою Рейхстага ему присвоили звание Героя Советского Союза. О том тяжелом времени Владимир Иванович вспоминать не любит. Слишком тяжело. После войны много лет работал на заводе. А на пенсии активно занялся общественной деятельностью и возглавил Совет ветеранов Кировского района Самары. Секрет долголетия в движении и людях, которые окружают, уверен Владимир Иванович. В день рождения в его доме собрались дети, внуки и правнук. Вячеславу всего семь, но он знает, что его дедушка – настоящий герой. Появил на войне. Он сражался за нашу Родину. Поздравить Героя Советского Союза приехали председатель Губернской думы Виктор Сазонов и глава города Олег Фурсов. Спасибо. Спасибо. Олег Борисович. Доброе утро. Спасибо. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. И есть такая профессия – Родину защищать. Самара отметила День защитника Отечества. Торжества 23 февраля проводились по всему городу. Хронология событий в репортаже Марины Матвеевшиной. Здравствуйте, товарищи! Родину защитника Отечества! По военному точно и по праздничному торжественно. День защитника Отечества в Самаре начинается на площади Славы с минуты молчания. Торжественной церемонии в изложении цветов принимают участие первые лица области и города. Почетные граждане, ветераны вооруженных сил, представители патриотических клубов и кадеты. Человек, который гордится тем местом, в котором он родился, который в любой момент может защитить его, защитить своих родных и близких. Это и есть защитник Отечества. Впервые в этом году цветы возлагают и к памятнику маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову. Герою Советского Союза, дважды герою социалистического труда, министру обороны, уроженцу Самары. Знакомые с ним лично называют его самым человечным и понимающим министром обороны. Самара должна помнить родившегося на этой земле человека, который стал гордостью Советского Союза. В годы войны руководил сложнейшим министерством, наркоматом. И после этого руководил вооруженными силами. И под его именно командованием все мы проходили офицерскую службу. В изложении цветов к памятнику маршалу Устинову городские власти предлагают сделать традиционным. В школе номер 163 в этот день тоже заложили новую традицию. Алексей Подлеснов, герой Афганистана, в армию ушел сразу со школьной скамьи. Заявление с просьбой отправить его на войну написал добровольно. Его сестра Ирина Гадельшина вспоминает. Ее брат был добрым, лучезарным мальчишкой. У него было столько друзей, просто огромное количество друзей. Когда он находил в армию, он говорил, мам, меня придет провожать весь 22-й партист. Правда, народа было очень много. Люди были и в подъезде, и в квартире. Алексея ранили в одном из боев. В лазарете он шутил. Еще поживу. Но операцию солдат не выдержал. Для сегодняшних школьников он настоящий герой. Только исполнилось 18, а тут уже в армию и сразу на войну. Не каждый вообще вытерпит это и решится на это. В прошлом году в Самаре уже открыли 15 памятных табличек выпускникам самарских школ, которые погибли в Афганистане. После той войны домой не вернулись 245 жителей региона. Если у человека возникает момент, когда он ценой своей жизни выполняет определенную задачу, он должен быть четко уверен, что его подвиг будет оценен, и он будет не забыт. Мы будем этим заниматься, пока последний солдат погибший не будет отмечен доской памяти. Мы будем этим заниматься, сколько бы ни потребовалось сил и средств. Выше снять! День защитника Отечества в Самаре стал днем окончания марш-броска из Сызрани. Позади 200 километров по снежной целине. Еда на костре, сон в плащ-палатках на снегу. Там же остались усталость, тревоги и волнение. Участников лыжного марафона встречают чуть ли не всем городом. Трасса была очень сложной. Овраги, снег, лес. В общем, очень тяжело прошли. Впечатления хорошие. Поставленную задачу выполнили. До финиша дошли. Супруга Олега Киркуянца не спала все три дня, пока муж испытывал себя на прочность. Дорога была сложная. Каждый день он звонил, рассказывал, что и как. Вчера весь день переживали за него. Все нормально, сегодня позвонил, говорит, встречайте меня. Все, дошел, жив-здоров. Готовились к сложному марафону два месяца. Сдавали нормативы ГТО. Причем в усложненной форме, с увеличенной нагрузкой. Но мужчины и предположить не могли, какие еще трудности их будут ждать в пути. Мы, честно говоря, не успевали в график. Пришлось поработать и сутки не поспать одни. Шли, просто спали. Привал хотя бы 10-15 минут, укрывались спальниками и дремали. Потому что, ну, главная задача выполняем. Вот мы здесь. Марш-бросок, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО, вдохновил многих самарцев. Они тоже не прочь попробовать свои силы. Один, два, три, четыре. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Аккумуляторы для телефонов и фотоаппаратов в самолетах можно будет провозить только в ручной кладе. Это связано с ужесточением техники безопасности. При нагревании такие аккумуляторы могут загореться или взорваться. Ранее запрет уже был установлен на неперезаряжаемые литий-металлические батарейки, которые используются в часах. Ограничение будет длиться до тех пор, пока для опасного груза не разработают огнестойкую упаковку. Самарец едва не выпрыгнул из окна 10 этажа из-за назойливости коллекторов. Бригада врачей скорой помощи более четырех часов дежурила возле дома номер 34 по улице Казачьей в Самарском микрорайоне Волгарь. Инцидент произошел вечером 22 февраля. Специальная бригада неотложки прибыла по адресу. С мужчиной, который собирался совершить самоубийство, работали психиатры. Сразу два очевидца с перерывом в один день сообщили о появлении волков в непосредственной близости от населенных пунктов. На одном из форумов об этом сообщил рыбак. В Самарской Луке видели волков и задушенного козленка. Второй случай произошел в Безинчукском районе. Волк стоял и смотрел на людей метрах в ста от них, потом убежал. По словам специалистов, волков на территории Самарской Луки встречали раньше, однако случаев нападения на человека не отмечалось. Самара заняла 10-е место среди городов России по количеству автомобилей на дорогах. По данным аналитиков, автопарк страны насчитывает 41 миллион легковых автомобилей. Больше всего машин в Москве – почти 4 миллиона. Больше полутора миллионов – в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. За ними идут Ростовская, Свердловская области, Татарстан и Башкортостан. В Самарской области по приблизительным подсчетам чуть менее миллиона машин. Небесный подарок к 8 марта женщинам и всем романтикам. В этот день в небе над Самарой можно будет увидеть Юпитер невооруженным глазом, а с помощью бинокля еще и все четыре спутника планеты. Йо, Европу, Ганимет и Калиста. Синоптики в этот день обещают ясную погоду. Смотреть нужно будет в сторону Луны. Юпитер окажется чуть подаль. Противостояние Юпитера повторяется с интервалом в 13 месяцев. Они называются великими противостояниями Юпитера. Дом высокой культуры быта появился в Самаре на улице Советской армии. По крайней мере, так гордо его называют сами жители. Ведь еще недавно гордиться особенно было нечем. Вполне рядовая многоэтажка со всеми вытекающими коммунальными проблемами. Чудесное преображение началось в прошлом году. Алина Чемберес раскроет секрет перемен. Прекрасный вазон, который мы привезли и посадили сюда цветники. Но чтобы, естественно, это была зона отдыха, мы сделали прекрасные скамеечки. Захотели жить в доме высокой культуры быта и взяли все в свои руки, рассказывает Галина Костина. В прошлом году во время предвыборной кампании с просьбой благоустроить двор, жители обратились к районным властям и кандидатам в райсоветы. Оборудовать выход из подъезда, установить перила, соорудить небольшой полисадник, покрасить фасад. Работы было много. На обращения жители отреагировали быстро. И теперь здесь есть даже видеокамеры, которые следят за порядком во дворе. Девиз у нас был такой – идти вперед и ни шагу назад. Можно сдвинуть все. Вы знаете, говорят так, тот, кто ходит, тот, кто добивается, он добивается многого. А тот, кто сидит и разводит руками и говорит, нам этого не делается, никогда ничего не будет сделано. Когда летом начали приводить двор в порядок, жители вновь в стороне не остались. Вышли помогать рабочим. Особенно старались местные мальчишки. Мы красили заборы, убирались, сажали цветы. Поливали, убирали окурки, мусор. Это очень весело. И улекательно. Мы сближаемся, дружить лучше становимся. И легче убираться. Теперь, говорят жители, главное – поддерживать порядок. К своему дому и двору здесь относятся трепетно. В подъезде у нас люди стараются порядок поддерживать, на ней любовь. В дворе тоже следим за этим всем. Теперь жители собираются обновить и сам дом. Планируют отремонтировать крышу, технические этажи и подвальные помещения. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Не только узнать о законах физики, но и опробовать их действия на практике. Уже в ближайшее время смогут студенты самарских вузов и СУЗов. В Новокуевышевске на базе гуманитарно-технологического колледжа в качестве эксперимента открылась площадка, названная по имени одного из персонажей культового фильма «Звездные войны». R2-D2 – это лаборатория, основной целью работы которой является внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения. С помощью учебного комплекса «Стенда» ученики будут знакомиться практически со всеми этапами робототехники. В течение двух лет в Самарской области планируют открыть более 50 экспериментальных площадок. Подобные экспериментальные площадки в рамках проекта и детской робототехники, и вузовской робототехники, и вот сегодня у нас среднего профессионального образования площадка открывается. Они крайне востребованы, они будут актуальны в самое ближайшее время. Без сюрпризов в Самаре избрали председателя Союза театральных деятелей на ближайшие пять лет. Им стал вновь Владимир Гальченко. 83 делегата, то есть большинство, остановили на нем свой выбор. Процедура голосования была тайная. Какие задачи перед собой ставит новый старый председатель, поинтересовалась Мариана Мирная. Большинством голосов делегаты от областных театров переизбрали Владимира Гальченко на пост председателя СТД. Альтернативы ему не было для Гальченко, это будет уже вторая пятилетка, в течение которой ему предстоит продолжать им же начатые проекты и решать актуальные задачи. Театральный искус существует так давно, и какие сложные моменты бы ни были. В войну в блокадном Ленинграде работали театры. Я думаю, что сейчас возвращение в Россию понимания, что культура – это безопасность нашей нации. Я думаю, театр выживет, потому что в сложные времена театр всегда был союзником наших россиян. За прошедшую пятилетку союзом театральных деятелей создано множество культурных проектов. Среди них и фестиваль «Волготеатральный», и театр «Актерский дом» и премия «Браво». Делегаты от театров уверены, главное в это непростое время быть единым целым и спасти искусство от разрухи. И, конечно, важно, кто будет возглавлять это спасительное движение. Это союз, это святое. И я думаю, что это одна из задач – это удержать, сплотить, да, и помочь, поскольку, ну, просто удержать, чтобы это было, чтобы это существовало. Этого мало. Надо это развивать и надо помогать артистам. Не забывает союз и о ветеранах сцены. Пожилым актерам оказывается помощь. Почти 3 миллиона рублей было адресно направлено нуждающимся работникам культуры. Председатель и члены правления обещали продолжать творческие и социальные проекты, а также разработать новые формы поддержки театров и актеров губернии. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Без палаток и костров, но не менее сердечно. В Самаре завершился зимний грушинский фестиваль. Организаторы в этом году порадовали множеством новинок. Открылся грушинский детским спектаклем о выдуманной героине Мастрюше. А вечером на сцену вышли барды в сопровождении джаз-оркестра. Валерия Макарова удалось заглянуть в закулисье фестиваля. Будто замертво упала звезда, променяла свой небесный уют. На палаточные те города, где на каждом перекрестке поют. Зрительный зал филармонии вместо тесного круга вокруг костра и плавучей сцены. Уже больше 30 лет барды встречаются не только летом. Зимний грушинский любим не меньше. И пусть поленьят леют только на экране проектора, билеты выкуплены все. Зал еле вмещает поклонников авторской песни. Почему проводят? Потому что соскучились. Соскучились и хочется в перерывах. От лета до лета это очень много времени. Сцена филармонии собрала больше 20 бардов со всей России. Надежда Ишова вернулась в родную Самару после долгих 11 лет на Полярном круге. Там в Салихарде и начала писать песни. Выступала на региональном этапе грушинского фестиваля. Почти все барды это непрофессиональные певцы, непрофессиональные актеры и музыканты. Поэтому здесь восприятие их творчества, их песни зависит от того, насколько они искренне, насколько они естественны. И это очень ценно. Глава Самара Олег Фурсов назвал грушинские душой столицы 63 региона. Вдумайтесь только в то, сколько прекрасных, настоящих людей было воспитано и воспитываются песнями грушинского фестиваля. Уважаемый Борис Рафаилович, летят годы, меняются эпохи, и сам грушинский фестиваль меняется. Он уже давно стал международным фестивалем, но тем не менее, благодаря вам, он всегда остается самарским. Борис Рафаилович Кельман – один из основателей грушинского фестиваля. В этом году ему исполняется 75. Из рук главы Самары он получает городскую награду «Знак отличия». В ответном слове цитирует Маяковского и добавляет «Как здорово, мы здесь все собрались». Валерия Макарова, Максим Гусев, события. Возможно, в последний раз самарцам выпала возможность побывать на живом концерте легендарной «Земфиры». Певица вышла в воскресенье на сцену Ледового дворца спорта ЦСКА УВС. «Земфира» приехала в Самару в рамках гастролей с программой «Маленький человек». Первый концерт прошел 4 февраля в Омске. Всего же в графике 20 городов завершится тур в Москве. Во время выступления в Нижнем Новгороде, состоявшемся накануне 18 февраля, «Земфира» заявила о завершении гастрольной деятельности в России. «Это мой последний тур», – сказала артистка, обращаясь со сцены к поклонникам. Видеотрансляция, которую вела жительница Самары Юлия Черняева с концерта, набрала 29 тысяч лайков со всего мира. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Мегаладовцы рвутся по ледовой дорожке к титулу чемпиона мира по спидвею. Чемпионы-бодибилдеры провели мастер-класс для школьников. Парни весом в центнер пришли к школьникам с задержкой психического развития, а значит, спорт для этих подростков – дело сложное. Чемпионы-бодибилдеры рассказали о героях своего времени – «Терминаторе» и «Рокке». В детстве Арнольд Шварценеггер всегда находился в тени своего старшего брата. У Сильвестра Сталлоне были проблемы с речью, но повзрослев, они стали звездами кино благодаря спорту. Приходится мотивировать ребят, чтобы они как-то развивались сами, занимались в своих же даже, пускай домашних условиях. Достаточно просто уделить внимание турнику – это спина, отжимания – это грудь, приседания – это ноги. Братья Филатова, Александр и Евгений, тоже пошли по спортивной тропинке. Неоднократно побеждали на турнирах по бодибилдингу, силовому троеборью и русскому жиму. Теперь решили рассказать подросткам, что нужно делать, чтобы достичь спортивных вершин. Школьники заинтересовались и на деле доказали на мини-турнире, что они достойная смена сегодняшним атлетам. Надо долго и упорно тренироваться, наверное, чтобы нарастить такие мускулы, силу воли иметь в то же время. Надо побольше заниматься спортом, чтобы быть спортивным, чтобы нравиться мальчикам и чтобы держать себя в форме. В школе преодоления со спортом дружат футбольная команда и лыжники – призеры областных соревнований, гольфисты и финалисты городских турниров. У нас в учреждении реализуем программу «Культуру питания», то почему бы нам не говорится о культуре тела? Я посмотрел сегодня на выступления этих ребят, думаю, да. И даже если мы бежать будем встречать друг к другу, мы не встретимся никогда в плане формирования такой фигуры, как у них. Но к этому надо стремиться. Стать чемпионом-бодибилдером – большой труд, но сдать нормативы готов к труду и обороне может каждый в отдельно взятой самарской школе. Подростки готовы заработать золотые значки ГТО. Мегаладовцы Игорь Кононов и Даниил Иванов на втором этапе личного чемпионата мира на Алматинском Медео по разу поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В итоге тольятинцы закрепились в тройке лидеров. Иванов и Кононов делят вторую и третью строчку турнирной таблицы. У них по 65 очков. На первом месте с 69 баллами, пока Дмитрий Колтаков из московского ЦСКА. Впереди еще три этапа мирового чемпионата по спидвею. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самый Региз в кабельных сетях города, читайте нас в твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин